привет библия тема помазаны давид 1 книга царь 16 глава 6 по 13 в эпоху судей когда в израиле возникли трудности бог назначил судей и через них спас израиль но израильтяне просили у самуила царя как и другие страны они как у судей самуилу не понравилась просьба их но бог сказал самуилу сделать то что они хотели поэтому он собрал израильтян вместе и бросил жребий тогда саул был выбран по жребию так он стал первым царем израиля сначала саул был смиренным даже когда стал царем но после победы в войне с омоном он стал очень популярен народе и все начало меняться в худшую сторону вместо того чтобы слушать божье слово он делал для людей то что им нравилось самуил пошел к саулу и несколько раз предупреждал его саул хотел было прислушаться к совету самуила но быстро забыл о нем таким образом он неоднократно совершал одну и ту же ошибку конце концов бог пожалел что поставил саула царем и бог хотел поставить вторым царем другого человека который не повторял бы ошибок и мог думать об устремлениях бога а не о людских желаниях самуил пошел в вифлеем по слову божьему там он собирается встретиться со вторым царем израиля избранным богом самуил пригласил иесея и его сыновей на жертвоприношение говоря мы вместе принесем жертву богу когда или of первый из сыновей иесея пристал пред самуилом он смотрел на внешний вид его и подумал что он будет царем но бог сказал так не смотрите на вид его человек смотрит на лице а господь смотрит на сердце все сыновья иесея прошли перед самуилом один за другим но ни один из них не был избран богом самуил сказал иесею сели дети здесь если я ответил есть еще меньше сын которого не было на этом месте вас овец то время люди считали пастушество тривиальным делом это делал самый младший которого меньше всего ценили в доме давид был младшим сыном семье иесея и самуил сказал иесею приведи скорее его когда явился давид бог сказал самуилу встань помашь его смотря на сердце давида бог сделал его вторым царем израиля как сердце давида отразилось глазах бога видящего сердца людей они внешность бог был доволен давидом но на самом деле давид сделал много ошибок как и саул однако давид раскаялся в своей ошибке и сделал средоточением бога в своем сердце повинуясь слову божьему он не повторял ошибку которую совершил раньше бог был доволен сердцем давида давид не был совершенным человеком но он знал чему радуется бог и старался исполнить это дорогие дети мы тоже можем ошибаться когда бы это не случилось я прошу вас чтобы вы помнили разницу между давидом и саулом о которой мы говорили сегодня в проповеди подобно давиду даже если мы совершаем ошибки то пасса и свернем с этого пути бог будет доволен нашим сердцем и Субтитры сделал DimaTorzok